Оперативное совещание состоялось уже в привычном формате видеоконференц-связи. Сначала Виктор Неволин подвел итоги недели прошедшей. К одному из значимых событий глава округа отнес День строителя. Мы говорили о том, что наличие башенных кранов, стройка, которая идет в любом городе Московской области или в России, это свидетельство благополучия, свидетельство экономических возможностей, состоятельности, которые позволяют эти стройки завершать, сдавать объекты, вводить в строй и использовать их по назначению. Другое мероприятие недели прошедшей – спортивная День физкультурника. На празднике выступали воспитанники разных возрастных групп и дисциплин. Зрителей было немного, но праздник удался. Это говорит о том, что спортсмены, которые занимаются всеми этими видами спорта, выстраивают для себя будущее. Будет ли оно связано с большим спортом, неизвестно, или это будет спорт любительский. Но однозначно можно сказать, что все те, кто начали заниматься еще в детстве, любыми видами спорта, это люди, которые крепкие физически, ну и, я думаю, и духом тоже. На прошлой неделе состоялась встреча главы с жителями территориального управления Ульянинская. Виктор Неволин также посетил детский оздоровительный лагерь в школе номер 9 и посетил детский сад номер 42, который стал лучшим в регионе. В общем, работа проводится ежедневная и большая. А теперь о неделе предстоящей. Ситуация с ковид. Какова она на сегодня? Ситуация с коронавирусом никуда не исчезла, она есть. Количество заболевших за неделю будет 26 человек. Меня как-то немножечко насторожило. Если вы, как с точки зрения специалиста, меня в этом успокоите, ну да, я согласен, я успокоюсь. Ситуация под контролем. Все лекарства есть, средства индивидуальной защиты есть. 33 человека находятся на домашнем наблюдении. Мы обеспечиваем их наблюдением лекарствами. В этом плане опасения у вас быть не должно. Дороги, их ремонт и обслуживание. Эта тема всегда актуальна. Виктор Неволин поставил задачу, которая должна выполняться постоянно. Есть дороги, у которых у вас на содержании находится, но вдоль бордюра огромное количество песка. Я вчера вот обратил внимание, если я тогда вам могу подсказать, где, если кто-то не заметил, ну на всякий случай. Песка очень много вдоль бордюров, в определенной части дорог. И еще углубления на дорогах. Они требуют незамедлительного устранения перед осенне-зимним периодом. Чтобы за оставшийся период времени мы максимально эти проблемные точки закрыли. Согласно тем местам, которые два места определили. Одно место в Велинском, а второе место в Раминской, в Союзной. На этой неделе мы приступим к строительству ременки, чтобы этих мест, чтобы накопления этих луч не было. В остальном работа в округе идет в штатном режиме. Об этом сообщили директора управляющих компаний. Это значит, подготовка к отопительному сезону идет полным ходом. По графику ведут прием МФЦ и Управление социальной защиты населения. Здесь работа ведется по привычному всем расписанию. Для нас сейчас самое главное, чтобы граждане помнили о сроках, особенно это мамочки, родители, детей, которые идут в первый класс, у кого доход ниже средней дошевого, ниже 13 тысяч 115 рублей в семье. Для них мера социальной поддержки, за которую можно обратиться до 5 сентября. Это подарок первокласснику. Про образование. Детские сады функционируют тоже в привычном режиме. На территории Раменского городского округа открыты 16 детских оздоровительных лагерей. И завершилась итоговая аттестация. У нас 28 стубальников из них, при выпускниках прошлых лет. Выпускница Раменской гимназии Глодия Вадаря набрала по 100 баллов по предметам в обществе и танкопатикам. 369 детей, выпускников из 1029 набрали 220 и более баллов по 3 предметам. И 133 медалиста, которые подзадили свои высокие результаты на экзаменах. Что касается объектов культуры, то учреждения постепенно входят в основной режим работы. А парк уже приветливо встречает гостей. А их, как показали выходные, достаточно. В завершении Виктор Неволин подчеркнул еще раз. Все мы вместе работаем на один результат. И он должен быть высокого качества. Только так мы можем достичь доверия граждан. Елена Цыганова, Антон Карташов для программы Городские вести.